Всем привет! Меня зовут Гульнас и в эфире рубрика моделирование, в которой я делюсь простыми секретами создания необычных моделей из простых базовых выкроек. Если вы первый раз на моем канале, то обязательно подписывайтесь, для того, чтобы мы с вами не потерялись, еще виделись в будущем и перейдем сразу к делу. Попробуем сегодня смоделировать вот такое прекрасное платье. Для этого нам понадобится базовая конструкция плечевого изделия, то есть полочка, передняя половинка, и спинка, задняя половинка изделия. И телекала, а вернее базовую конструкцию плечевого изделия, я построила по своему пособию инструкции по конструированию женской одежды. В ней вы подробно можете узнать, как правильно снимать мерки, а затем по этим меркам построить юбки, брюки и плечевое изделие вместе с рукавом. Для того, чтобы заказать пособие, напишите мне на почту happiness.gmail.com Итак, получили конструкцию полочки и спинки, и теперь можем начать моделировать. Мы можем увидеть, что платье отрезное по талии, то есть по талии мы видим шов. Это означает, что мы можем смело разрезать лекало по линии талии, и полочку, и спинку. Давайте начнем с простого. Посмотрим на верхнюю часть платья. Мы видим, что плечевой срез, линия плеча, неполная. Это означает, что нам необходимо сократить длину плеча. На картинке это примерно 5 сантиметров. Таким образом, замеряем от высшей плечевой точки 5 сантиметров, ставим отметку и плавно приводим эту отметку к началу бокового среза. Но на самом деле на картинке, мне кажется, уровень проймы также немного опущен, буквально на пару сантиметров. Поэтому мы можем по боковому срезу опуститься на пару сантиметров, поставить отметку и привести линию проймы к новой отметке. То же самое необходимо будет повторить и по спинке. Замеряем ту же длину 5 сантиметров, отступаем вниз 2 сантиметра и соединяем две отметки плавной линии. Теперь срезаем лишнее, а линия горловины, как вы видите на картинке, достаточно плотная, то есть мы не видим глубоких вырезов. Далее посмотрим на выточки. Талиевые выточки сохранены. Именно благодаря этому платье сидит по фигуре. Оно прилегающего силуэта. Также мы видим нагрудную выточку. Она также сбоку. То есть верхнюю часть мы отредактировали и можем ее пока отложить. А теперь займемся самым интересным нижней и обычной частью. Обратите внимание на конструктивные линии по юбке. Конструктивная линия начинается от бокового среза. Примерно на уровне 15-18 сантиметров от уровня талии. Замеряем эту величину. Визуально также замеряем самую узкую часть центральной детали. Делаем отметку и плавно соединяем эти две отметки. Вот такая линия у нас получается. То же самое необходимо повторить и по задней половинке. Замеряем ту же величину по боковому срезу. Ту же величину от середины задней половинки. И рисуем тот же срез. Затем можем вырезать по этим линиям. Итак, смоделировали полочку. И давайте сразу приложим ее к ткани. И приложим ее серединкой полочки к сгибу ткани. Для того, чтобы посередине полочки никаких швов не было. Далее посмотрим на центральную деталь. Вы можете оставить ее в таком состоянии и не изменять. Но, как видите, на рисунке нет талиевой вытачки. На самом деле ее можно перевести, к примеру, в боковой срез. Например, раствор вашей вытачки, то есть ее ширина, составляет сантиметр. Этот сантиметр вам необходимо будет отложить от бокового среза вовнутрь. Сделать отметку и плавно привести эту линию к боковому срезу. Затем мы просто отрезаем лишнее по линии. И наша вытачка уже переведена. Мы можем приложить центральную деталь также серединкой к сгибу и обвести. Но в этот раз вытачку мы уже не обводим, поскольку ее раствор мы вычли от бокового среза. Обводим боковой срез и рельефную линию. Теперь посмотрим на боковую деталь юбочной части. Как видите, на картинке она немного раскалешенная и образует равномерные красивые волны. Для того, чтобы превратить простую прямую деталь в такую, как на картинке, нам необходимо будет боковую деталь разделить на несколько полос, проведя вертикали, которые будут перпендикулярны к низу изделия. Чем на большее количество полос вы разделите боковую деталь юбки, тем лучше. Далее разрезаем деталь по этим полоскам, не доходя на 1-2 мм до верхнего среза. А затем прямую боковую деталь юбки мы превращаем в расклешенную. Для этого просто раскрываем все полоски. И при этом мы должны раскрыть их равномерно, на одинаковый угол. Как видите, по боковой части юбки на картинке нет бокового шва. Это означает, что передняя половинка юбки, то есть ее боковая деталь, будет целенокраенной задней половинкой. Самое главное не спутать, где находятся боковые срезы. Совмещаем переднюю и заднюю половинки юбки боковыми срезами. И раскрываем детали на одинаковое расстояние друг от друга. Следите, чтобы углы были равны. Для того, чтобы добиться равномерной линии по низу, а также линию верхнего среза. Но если вы заметите, что у вас образуются волны в различных направлениях по всему верхнему срезу, то можно искусственно округлить срезы так, чтобы они были более органичными. К примеру, в этой части можно немного округлить линию, потому что она уходит вовнутрь. Далее обведем оставшиеся срезы. И как мы обрисовываем низ изделия? Обводим низ одной детали, а затем плавно приводим линию ко второй детали. И двигаемся так вдоль всей боковой части юбки. Самое главное, сделайте отметку в месте соединения передней и задней половинки, для того, чтобы прикрепить эту точку к боковому шву по юбке. То есть вот к этой части. Затем один срез будет притачиваться к рельефному срезу по передней половинке, а второй срез, соответственно, по задней. Ну и в заключении посмотрим, как сделать валан вдоль рельефных линий по юбке. Нам необходимо замерить длину рельефной линии, к примеру, по центральной детали. К примеру, мы получили 30 сантиметров. Далее решаем, какой ширины будет валан по всей длине. На картинке это примерно 10 сантиметров. Из одной точки начинаем рисовать спираль. И рисуем мы ее так, чтобы расстояние от одной линии до другой всегда равнялось 10 сантиметрам. Иными словами, ширине валана. Итак, рисуем вот такую спираль, улитку. И расстояние между всеми линиями должно быть равно строго 10 сантиметров. Длина этой линии должна составлять длине рельефной линии, то есть 30 сантиметрам. Когда 30 сантиметров заканчиваются, мы немного плавно, но тем не менее круто, сводим линию на нет, округляя ее. Затем вырезаем по линии. Разрезали спираль, теперь просто раскрываем ее. И видите, когда я ее растягиваю в прямую линию, она образует вот такие валаны, которые нам как раз и нужны. Втачиваем коротким внутренним срезом между двумя полотнами, между центральной и боковой деталью. На этом все. Если у вас есть какие-то классные картинки с необычными моделями одежды, то можете присылать их мне на почту happynesssobachka.gmail.com И в следующем выпуске мы разберем, как это моделировать. С вами была Кульнас. Я желаю вам успешного дня. До встречи. Пока!